здравствуйте дорогие друзья с вами опять я Андрей Непряхин и сегодня на нашем уроке мы постараемся разобрать одну из функций создания огня визуализировать его также наш огонь сделать данный урок будет полезен не только для игры stalker но и для других игр сегодня мы с вами начнем говорить о вот такой вот интересной текстуре таким способом можно ее получить данную текстуру это огонь состоящий из множественных маленьких фреймов который в дальнейшем визуализируется в редакторе частиц так для этого нам понадобится 3ds max вот и понадобится плагин называется хромик x всего начнем давайте мы с вами сюда подгрузим наш объект данный объект будет служить основой для создания нашего костра откроем дата и откроем модель нашего костра так что нам понадобится нам понадобится только лишь вот эти вот агарки данными переходим полигоны выделяем выделяем элементы гайди материалу делаем control и вдаля так у нас остались только доточки давайте немножко мы их подключим в размере таким образом и перейдем на что-то непосредственно с работой с модификатором открываем филматекс создаем контейнер давайте мы с вами контейнер выровняем желательно чтобы все стороны были одинаковые и обцентруем его посередине нашего объекта в данном случае ударков дров видите что они немножко у меня приподняты я их не опускал ниже они должны находиться внутри нашего контейнера вот и запускаем и запускаем переходим modify открываем цветок chrome.fx открываем основные настройки и теперь нам нужно чтобы он заработал переходим в object source и нажимаем клашку create from list нам нужно стать object source так как мы будем использовать данный объект мы тебя должны присвоить объект и на касту где вяном агарном вот у нас появился и теперь уже как бы можно запустить визуализацию и посмотреть у нас появляется наш огонь давайте мы поставим камеру перед собой чтобы было видно хорошо вот наш только-только зарождающийся наш костер вот но как бы он сейчас данным не похож на него что-то подобие нам нужно что нужно правильно настроить наш эмиттеры симуляцию настроить параметры настроить как все настраивать на для этого есть уроки это займет как бы немало времени для полной настройки для правильно для подбора подгонки каждой частицы смотреть как она работает на это идет очень много времени также займет очень много времени рендер самого нашего костра вот и поэтому я сейчас поставили на паузу подгружу готовую сцену чтобы посмотреть что там было настроено вот мы видим с вами что сцена настроена здесь уже сделан был рендер рендер предварительный так сказать видите наше пламя которое двигается как бы мы настроили я настроил языки пламени цвет и все остальное давайте посмотрим что у нас здесь настроено было что добавилось что изменилось первым это было настроен пейсинг это качество которое было понижено если вы для себя делаете то желательно чтобы спейсинг вам ваш был равный приблизительно что вот видите здесь сизы есть 90 по 110 на 96 делайте в этих пределах чтобы было пределах 100 на 100 это самое оптимальное разрешение для качественной качественной визуализации следующее что я поставил я изменил старт фрейм поставил минус 50 видите что у меня уже здесь на данном этапе на нулевом кадре меня уже часть костра уже появилась а вот чтобы визуализация началась за 50 кадров ранее чтобы не проходить зарождение самого пламени поднятия вверх вот так же я увеличил время до 200 кадров вот здесь здесь также поставил 200 кадров теперь откроем симуляцию что на симуляции качество симуляции я поставил 10 операции у меня стоит 200 там скейл время скорость которая у нас работает стоит по умолчанию единицы гравити мы поставили на 0.11 вот единичка форсити и турбулент со мной 29 это колыхание пламени в сторону в сторону следующее мы поставили шумы скейл поставили двоечку понизили вот фрейм увеличили до 40 и детализацию подняли до 5 следующим этапом это симуляция топлива первое что на это поставили минус 1.4 это притяжение параметр сейчас за притяжение ближе к земле к полу вот дальше build rate мы поставили опустили до 8 5 позицию поставили до 500 подняли x expansion мы подняли до 2.6 это для увеличения разрыва в сторону мы отключили simulate smoke симуляцию дыма вот также здесь object sort мы убрали симуляцию дыма поставили на 0 вот второй самый важный параметр это render здесь здесь я сейчас опустил стептизе до 10 по умолчанию стептизе это нужно не для самой сцены работа а именно что для рендера визуализатора нашего основного который будет работать вот здесь мы еще поставили градиент поставили шкалу прозрачность сопастили за 0 44 вот и поставили градиент здесь назначили вот это основные настройки которые мы сделали вы видите что у меня стоит вот ну по умолчанию варгу стоит deflaut чтобы запустить два вот это более точное и чистый расчета нужно сначала сделать симуляцию deflaut вот как бы это займет не меньше 4-5 часов вот потом следующее когда это все просимулируете вот перейдете в настройки в симуляции также здесь нужно указать что у вас здесь и указать здесь назначить параметр базы и тогда запустить нашу симуляцию но еще не забудьте что в настройках первой вкладочке здесь можно указать какие что у вас будет принимать участие в работе если у вас какие-то есть параметры которые меняли также должны быть действовать и участие в работе запускаем дефолтную симуляцию после дефолтной симуляции просчета запускаем финальной симуляции вот также мы должны сейчас сделать здесь у нас настройки идут грилл детал то бишь они увеличатся в ртекс увеличатся в два раза от дефолт которую мы сделали вот в интернете настроили и внимания света у нас нет так как сам является источником света основным он нам не нужен вот но это все что я настроил внизу под видео будет ссылочка на эту сцену вы также можете ее скачать прорендерить визуализировать и также поднять какие-нибудь параметры построить по своей ну вот это когда у нас все это готово нам это больше не нужно будет вот рендер у нас здесь уже поединок и следующим этапом нам нужно будет создать визуализировать наши кадры данных лучше на 200 кадров вот мы здесь настраиваем первое дело сингл ставим что у нас это одиннешний кадр давайте сделать предварительный сначала мы укажем путь куда у нас будут сохраняться открываем файлы создайте где-нибудь здесь какую-нибудь папочку для себя для наших файлов и задать имя пусть один будет как хотите что хотите какое имя хотите задать обязательно чтобы это был формат png для чего посмотрите сохраняем вот делаем старт поставим размер нашей текстуры кастом настраиваем и ставим размер текстуры 128 на 128 и делаем стартовый рендер видите да вот у нас появился что получается что нам рендер первый кадр у нас в пламя еще не готово поэтому я здесь поставил с 54 кадра здесь более-менее уже пламя у нас поведем на 54 делаем рендер видите даже пламя более поднятое больше в полном своем ходу ну вот когда мы это все параметры настроили ставим range и запускаем рендер все видите у нас пошли кадры рендерится каждый кадр идет и мы сейчас дождемся окончания нашего рендера 200 кадров пока поставлю на паузу итак рендер у нас прошел открываем папку мои документы где у нас сохранились рендер output и нашу флоры папку видите что у нас здесь есть создались вот вот такие вот маленькие текстурки каждого кадра вот он теперь нам осталось это собрать все в одну кучу в один исполняемый файл который мы хотели там ну я уже предварительно дел рендер который занял у меня 8 часов вот сохраняется все в папке костер вот у меня получилось более чистый вид да и теперь мы будем собирать что нам что нам надо теперь нам нужно создать файл допустим фотошоп наш и создание файл новый зададим на 1024 на 1024 дадим новый канал вот давайте затрем белым цветом тверкой и сохраним его в формате dds рабочий стол и формата dds нажимаем его в файл нажимаем фуары ее и тут ламы костер все сохраняем мы сохраним все она мне нужна теперь запускаем утилиту вот и мы сюда должны что мы должны сюда подходить подгрузить небольшое количество текстур так как у нас 1024 на 1024 давайте мы делаем 8 на 8 иконок здесь у нас идет 11 на 7 мы сами сделаем 8 на 8 это у нас нужно 64 иконки давайте возьмем 64 иконки так выберем 110 лишнее отмениваем сколько нужно чтобы они подряд были у нас 83 отнимаем еще так 70 61 23 у нас выберем 64 метра почем именно в png формате если вы сейчас подгрузите сюда формат dbs у вас будет ошибка на то что он не поддерживает документ и так далее поэтому я сохранял это формате png подгружаем и файлы сюда видите да что у нас открылись наши наши файлики и последним сюда подгрузим наш файл dds который мы с вами создавали что нужно здесь настроить нужно поставить сетку на 128 на 128 чтобы она смещались наши иконочки сюда и начинаем потихонечку сюда копируем копировать файл dds открываем последний кадр выделяем копировать вставить у нас размер больше идет ничего страшного опять выделяем копировать вставить смотрите что я вставляю последний кадр в краю именно что справа нижнего угла мы начинаем вставлять по ходу нашей картиночки копировать ставить и вот таким способом для кого-то это удобно делать фотошопе каждый делает по-своему чем удобная наша вот эта программа так как она копирует и вставляет сразу с альфа-каналом как мы видим что альфа-канал у нас сразу же вставляется вот после вот таких вот долгих измирительных действий вот у нас появится большая огромная текстура я сейчас побыстром их вставлю как бы они все одинаковые это просто долго очень много времени занимает если вы начинаете вставлять с первого кадра соответственно левый верхний угол нужно начинать с левого верхнего угла вставлять так я закончил вставлять эти текстурки видите что у нас получилось вот лишнюю позакрывал вот у нас получилась вот такая красивая текстурка с отображением альфа-канала иногда это нужно иногда это не нужно ну мы сразу сделаем с отображением потому что есть некоторые которые требуют именно отображения альфа так сохраняем в формате дэдрис закрываем нашу тилит она нам больше нужна теперь мы подгрузим нашу текстуру сюда вот она вот что нам нужно сделать нам нужно затереть этот альфа-канал для данного вида костра нам альфа-канал не нужен если вы создавали и визуализировали взрыв то желательно использование альфа-канала для самих самого взрыва здесь нам нужен теперь мы его сохраняем в формате тигра ну ну называем ее варь костер да сохранить так закрываем открываем также нам эти текстуры больше не нужны Закрываем партийковый битр. Так, партийковый битр у нас запустился. Для быстро вытащего создания, давайте откроем Explosions. Найдем первый попавшийся партийковый битр. Нашего костра, который использовался у нас. Вот, SDK. И мы сейчас назначим слой текстур. Но у нас сейчас ее нету, потому что мы только портили. Открываем Images. Чекнем Textures и у нас запускается вот наша текстурка. Здесь нам нужно поставить, что это у нас идет 32 бита. Оно не DTX5. Фильтр Advanced. Вот. Следующие флаги мы снимаем. Ставим Enable Alpha. Ставим два Midmap. 40% колорирования. И ставим нейтральный цвет. 127-127. И нажимаем ОК. Так, это у нас прошло, готово. Теперь мы с вами можем выбрать эту текстуру. Открываем текстуру. Открываем текстуры. Открываем PFX. Вот. И находим нашу текстуру. Клара Костер. Вот мы ее пытаемся создавать. Нажимаем ОК. И запускаем. У нас получается полная каша. Из-за чего такое получается. Первое, что мы должны сделать. это. Рассчитать анимацию нашей текстуры. Вот. Если мы с вами. У нас по умолчанию. У нас здесь идет 11 на 7. Вот. В новой текстуре у нас идет 8 на 8. Давайте мы с вами рассчитаем. Возьмем единицу. И разделим на 8. В данном случае по горизонтали. делим на 8. Получаем 0125. Записываем этот параметр. 0125. Вот. Теперь вертикаль таким же способом. 8 по вертикали у нас. Также делим единицу на 8. Также получаем 0125. Вот. И также мы здесь прописываем. У нас здесь было 0142. Откуда это взялось. Если мы возьмем, что на здесь идет 7. Видите иконочек. Если мы единицу разделим на 7. Нашу вертикаль. То получим 0142. В данном случае у нас здесь идет 142 параметра. Поэтому у нас идет Сергей Помехи. Ставим 0125. И запускаем симуляцию. Вот у нас появился наш огонь. Наш появился. Он немножко узкий и кривой. Давайте поправим с вами. Что нужно поправить. Что нужно поправить. Цифра 77. Которая отвечает. Иднемся опять к нашим текстурам. В данном здесь у нас идет 11 по горизонтали и 7 по вертикали. При умножении у нас получается 77. У нас там и прописано 77. Здесь же у нас получается 8 по горизонтали и 8 по вертикали. Должно получится 64. Прописано здесь 64. Полосы ушли. Теперь нам немножко расширить окно нашей текстуры. Переходим в вкладочку в силие. Вот. И по оси X. Красная влевочка в данном случае X. Мы ставим такую же как и по оси Y. 1750. Эта текстура у нас идет. 1024 и 2024 квадратная соотношение сторон. Вот. Получилось наше пламя. Здесь можно, что мы можем поменять. Это увеличить или уменьшить густоту. У нас сейчас стоит 3. Ставим единичку. Пламя чуть меньше пошло. Если поставим 10, то пламя будет еще ярче, еще больше. Вот. Поставим пока 2 текстуры. Это достаточно для плотности. Здесь также вы можете настроить альфа канал. Прозрачности, непрозрачности. Много чего остального. Вот. Второй параметр, который здесь стоит. Рандом. Мы снимаем галочку. Чтобы у нас они, текстурки наши появились не рандом. Не рандомно, а шли друг за другом. У нас немножко смазывалось наше изображение. Поэтому давайте меньше все-таки до единицы. Вот. До чистого отображения. Вот. Мы видим, что у нас появился вот такой вот наш огонечек. вот. Но немножко темненький. Давайте мы его дадим. Поярче сделаем. Увеличим альфа канал. Поднимем более ярким. Так костер наш готов. Как бы вариантов корректировки у вас более-менее много. Allen to Patch отвечает за то, чтобы у нас костер, как бы мы не были вокруг нашего костра, чтобы он всегда разворачивался лицом к нам. Эта текстура. Чтобы она не стояла на месте. Вот. Это обязательное требование. Именно что для костра. Вот. Также здесь вы можете увеличить и уменьшить скорость нашей анимации. Можно поставить 24. Анимация будет медленнее проходить. Либо 35. Анимация будет еще быстрее проходить. Это уже на ваше усмотрение. Огонь будет более синий и порывистый. Ну. Ну. Средний оптимальный параметр для такой анимации это 32 единицы. Так. Мы с вами здесь настроили. Разобрались. Вот. Теперь что осталось нам это создать какой-нибудь групповой объект. Именно что групповой партик. Есть у нас допустим какой-нибудь такой вот костер. готовый наш. Сейчас мы откроем. Вот он. Давайте мы с вами клонируем. Назовем его по-своему. Как хотите называйте. Вот. И найдем. Именно что наше. Где именно что наше пламя. Пламя. Да. Вот это оно и есть. Выбираем. И мы выбираем наш. Который мы сейчас с вами делаем. Так. Я немножко потерял. Это наше пламя. Который мы делали. Так. Я немножко потерял. Так. Выберем наниман Select. Он остался в Facebook. Пламя. Он остался в Facebook. Вот и наша плана, видите. Костер готов. Можно полностью добавлять в игру и охлаждаться своим творением. На этом, наверное, пока все. Смотрите, подписывайтесь под видео, за видео. Так как многие видео, которые будут в дальнейшем уходить, мало где будут отображаться на сайтах. Поэтому, в основном, будут смотреть видео мои подписчики. Узнавайте больше новостей моего канала. С вами был я, Андрей Непряхин. Всем пока.